Окей, Гугл. История 8 марта. Информация сайта. Официальная версия СРСР гласит, что традиция отмечать 8 марта связана с маршем пустых кастрюль, который провели в этот день в 1857 году у текстильщицы Нью-Йорка. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Глара Цеткин призвала мир учредить международный женский день 8 марта. У меня как раз другая версия, что в этот день что-то срослось у Клары Цеткин с Розой Люксембург. Робкий поцелуй, который назвали поцелуй-мимоз, поцеловала Клара Розу. И так стали отмечать праздник 8 марта, который все почему-то подхватили и стали поздравлять с этим женщин. Хотя не понимаю пустые кастрюли. Кстати, по поводу пустых кастрюль. Это праздник полностью дискриминационный, так как еще с советских времен считал, что в этот день муж что-то приготовит для жены, помоет посуду, а на следующий день опять ей по башке давай готовь. Я считаю, что это дикий праздник. Например, моя мама запрещает мне поздравлять ее с днем 8 марта. Мне кажется, что если ты к женщинам хорошо относишься, относись каждый день. Почему этот день соития Розы с Кларой? Ну, это бред собачий. И тем не менее, это праздник. И тем не менее, мы должны его отметить как-то по-особенному. И что и будем делать. Сейчас для вас подарок. Хотя, по сути, это подарок не для женщин, а для мужчин. Ну, в общем, с 8 марта вас. Какая красота. Я... Сухо в горле от такой красоты. Это просто... Хотите водички? Не хочу водички. Она со мной заговорила. Вот как в кино бывает. Сидят рядом два человека. Одному стоит отвернуться и начать говорить. И второй как бы уже не слышит. Я все слышу. Настя все слышала. Настя слышала. У нее чумовой слух. Это одно из самых главных их достоинств. Но все, что я говорил... Смыслы. Все, с чего я начал, соответственно... Почему-то одно из самых главных достоинств. Самое достоинство... Самое достоинство... Красота. Ну... О ней уже говорил. Ну, это нормально. Секундочку. Я... Чего я буду косноязычный? Я же все подготовил. Светлая голова. Ну, это сразу видно, что голова светлая. Крашеный. Русская... Муза... Хазисова. Написано Хазисова. А у Даренин там стоит? А, нет, не стоит. А, ну вот. Муза Ральфа Лорена. Ральф Лорена. Лорена. Успешная без... Сексуальность и трезвый расчет у нее... Ну, написано. Сексуальность. Трезвый расчет у нее и в жизни, и в нарядах. Боже, такого еще представления у меня не было. Я еще читал, что Настя, муза Валентина, она жива? Валентин, конечно, жив. Он жив? Валентина жив. Да. Валентину. Но не только знаменита Настя тем, что она красива. Я, конечно, себя красивой не считала. А я считаю. Знаете, что красиво Ральфу, то красиво и мне. Вот так я скажу. Хорошо, ладно, согласна. Все. Я недавно узнал, недавно, это минут шесть назад, что Настя не пьющая, это вода с лимоном. И самое главное, что Настя, какая-то сумасшедшая кулинарка, разработала неслыханные диеты для барышень, потому что ни один мужик эту хрень не будет. Неправда, у меня записываются уже мужчины. Поклонники Ральфа Лорена или любые? Нет поклонников своих жен, которые прошли мою программу. Я так волнуюсь сейчас. Так вы что еще? А что это вы такое пьете? Что это у вас такое? Это, наверное, виски. Я потом расскажу тебе. Вы, наверное, еще и алкоголик. А что в этом плохого? Давайте я вас научу в классном смуте и расскажу вам, что такое чиа. Знаете, что такое чиа? Вот по идее, надо сказать, знаю. Да, я знаю, что такое чиа. Первый раз, что это за хрень такой? Нет такого чиа. Чай. Нет семена чиа. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. Сейчас я покажу. Вот у нас манго здесь есть. У нас есть такая красивая манго. Немножко зелененькая, но ничего страшного. Я уже видел однажды манго. Умеете делать? Не уверена. А? Ну конечно. У нас остался только отриси. Так, что будет? Мы будем сегодня делать чиа? А я-то нет. Я буду смотреть. Да. Просто уберите ваши ужасные напитки. У нас есть чиа. Чиа. Чиа вот такая прекрасная. Знаете, что такое чиа? Семена чиа. Похоже на мак. Ну, примерно. Примерно такая классная вещь, которая помогает также для того, чтобы похудеть. Чиа это суперфуд. В ней находится огромное количество минералов и витаминов. Много не буду рассказывать. Можете пойти на Википедию почитать. На Википедию. Википедия. Я молчу. Сейчас она начинает появляться в многих ресторанах, в Москве. Ну и вообще она в Европе и в Америке. Я тоже не говорю, она везде. Но не каждый умеет ее готовить. И самое главное, что секрет в том, что она очень легко готовится. И вы можете это делать с вечера. Соответственно, это прекрасный завтрак для вас и ваших детей. И мы будем ее делать сегодня с манго. Так, что мы с ней делаем? Мы ее замачиваем. Семена чиа никогда не пробивают в блендере. Хороший блендер. Я его с собой вожу везде. Посмотрите, он маленький такой. На один раз. Раз, все сделаю, он все пробивает. Вот. Так вот сейчас мы его порежем по-быстрому. Наливается миндальное молоко. Всегда наливайте ваш блендер. Желательно сначала жидкое, а потом уже все остальное сухое. Иначе что происходит? Все это не взбивает. Прилипает. Прилипает ко дну. Да. Манго, конечно, прям зеленое-зеленое. Наверное, придется добавить немного меда. О, мед несет. Знаешь, это начальница всего этого заведения. Начальница? Катя. Это Катя. Катя управляющая этого заведения. А вы же знаете, покажи лампочки, Илья, покажи лампочки. Мы же уже конкурс объявили. Кстати, знаете, сколько примерно здесь лампочек? Вот всего сколько? Миллион. Умница. Здесь 6 миллионов 7 тысяч. Пипец. А сами, мы конкурс проводили, сколько лампочек, а все это придумала и делает Катенька, управляющая кафе. Бронка, малая бронная, дом 4. Это реклама сейчас. Это реклама. Бронка, кафе Бронка, малая бронная. Кафе Бронка, малая бронная, что? 4. А, 4. Дом 4, проходите, друзья. В принципе, те, кто не очень любит сладкое, то идеально и без меда. Но тем, кто хочет немножко... Тем, кто хочет похудеть, кладите мед. Тем, кто хочет немного сладости, может поставить на мед. Можно также добавить финик. Вместо меда. Вместо меда. А, подождите, мы же не добавили секретный ингредиент. Какой? Ну, я не знаю, можно ли говорить. У нас можно говорить все, что угодно. Но я забыла добавить семена конопли. Нет, это нельзя. Уже раз первое начнется. Ну, уже, ну, уже. Ну, это как... Смотри. Вот, смотрите, семена конопли. А это где продается вообще? Можно показывать здесь? Раз, пару ложечек. Ну, так, что делаем. Так, вот так вот, значит, мы это делаем. Переворачиваем. И вливаем. Ну, вот, смотрите, очень важно здесь пить так, чтобы не было компотов. Окей, Google. А семена конопли купить в России? Жалко. Отбор ли семена? Купить семена пищевой конопли. Да, только они почему-то у вас не очищены. А, наверное, очищены. 20 рублей и 3 года условно. Нету тут 3 года. Семена конопли пищевой. Сейчас мы попробуем. А слог он, знаешь, какой у нее? Прорасти и здравствуй. Окей, Google, до свидания. Вдруг подходит. Пахнет какой-то детским питанием. Да, но ничего страшного. Так это же полезно. Детям. Очень важно в этот момент, чтобы она не была комками, как очень часто бывает у всех, ее нужно взбивать. И оставляем на небольшое время в холодильнике. Так, что мы сейчас делаем? Мы делаем это, мы ставим это в холодильник. И оставляем на 20-30 минут. Вообще, в принципе, если вы хотите, не хотите с утра заморачиваться, это делать, можно оставить это на ночь. На ночь, да? То есть сделали с вечера, на ночь оставили, с утра встали, съели. Все, готово. Отлично. Ух ты. Это что такое? Что же? Секунду, я сейчас опять кулинарию. Вы опять хотите, чтобы смотреть, смотреть какой-то... Это нереальная вещь. Это нереальная вещь. Это моя супердобавка. Из чего она? Она из всего зеленого. Она сделана в Японии. Она биологическая. Здесь различные травы, которые выращены на японской ферме. Так. Которые протекут. Она абсолютно зеленая. Вот такая вся тоненькая-тоненькая. А, это рыбная пудра. Это не рыбная пудра. У Ильи аллергия на рыбу. Это не рыбная пудра. Если он сейчас упадет, то... Там пророски пшеницы, шелковицы, капусты келл. Тут очень много всяких интересных стиклетов, которые я не скажу вам. Расскажу, когда она уже... Это пока еще прототип, который выходит только в апреле. А между прочим, из него делаются прекрасные-прекрасные сладки, которые будут тоже в моей книге, которая выходит в мае. Моя уже вышла. Да. Сейчас мы идем готовить оладьи. Оладьи с рисовой мукой, они без глютеновы. Без глютеновы, то есть полезно. Я просто плохо в этом разбираюсь. Нет, просто есть люди, которые не приносят глютен. И для тех, кто не приносит глютен, это идеальный вариант для тех, кто, собственно, хочет видеть оладьи. Хорошо. Есть люди, которые не приносят глютен, они нам не интересны. А есть люди, которые хотят посмотреть, как ходят модели на кухню. На кухню. Вот этих людей намного больше. Хотите посмотреть, как ходят супермодели? Супермодели какую-то... Если бы меня очень попросил. Умоляю. Итак, выходит Анастасия Хазисова. Ну, это вы должны говорить. Итак, выходит Анастасия Хазисова. Смотрим. И пошла. Здесь мы пробуем новый рецепт. Сейчас посмотрим. Этот рецепт есть у меня в программе POST. У нас здесь рисовая мука, кабачок, тыква, яблоко, немного имбирного сока, кокосовое масло. И сюда мы добавляем яйцо. Вот, и сейчас мы разделим на две части и попробуем сделать одно с яйцом, а другое без. И посмотрим, если это получится. Веганское яйцо, оно делается из семян льна. Очень легко. Берется одна ложка семян льна, которые перемолотых семян льна, и три ложки воды. Все это смешивается, оставляется минут на 20. Получается веганское яйцо. Мы натерли яблоки, цукини и тыкву. Ну, эффект должен быть как драники, полудраники. Такой, как бы, темпуры даже, можно сказать. Смешали в равных пропорциях. Еще очень важный момент, то, что мы пользуемся газированной водой, и вода должна быть очень холодной. И тесто должно состоять в холодильнике, это обязательно. Попробуем, может быть, даже без желтка. Попробуем без. Да? Добавить соли надо. Давайте лимонный сок, грашеный лимонным соком. Кстати, да, мы же не скажем, какие с яйцом, а какие без. Кто-то кайфует от сумки Шанель, а я кайфую от профессиональной кухни. Походка становится вальяжной, когда у тебя в руках вот такая вот фляжечка. Не надо быть моделью. Кстати, нужно же какую-то предысторию, почему у меня в руках вот эта вот штучка. Однажды я с друзьями поехал покататься на горных лыжах. В горах часто возникают ситуации, что погода не та, настроение не то, и надо чего-то выпить, чтобы прийти в то настроение хорошее, в котором мы обычно катаемся в горах. Для этого я придумал некую конструкцию, которую оператор думает, что это он придумал. Ну, не важно, он же оператор, а я в кадре. Берется бутылка из-под воды. Ну, выливается вода. Дальше. Бросается на землю бутылка. Вот так вот. И, внимание, три удара знаменитых. Получается плоская фляжка, в которую наливается любой напиток, который вы предпочитаете в горах. Лимонад, ситро, морс или виски. И, понимаете, она мягкая. Если упал, ничего не будет. Она тебя никак не побеспокоит. Она легкая, удобная и многоразовая. Открываешь? Да. У Антона всегда теория, что можно взять жуткую железную фляжку с виски. Которая, понимаете, что будет, если ты на нее упадешь? Это опасно, Антон. Надо вот такими пользоваться фляжками. Я их придумал. Уже в горах их часто встречаю у других румынов, туристов. Они не знают, что это мой Антон. Пока он собрали. Вот я вернулся с горных лыж. Все привез с собой. Пока я опубликовал это на инстаграме, кто-то прокомментировал. Да что туда войдет? Это только понюхать. Специально взял бокал для виски. И проверяем, сколько же туда войдет. Льем, 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 льем. Вот так вот. Ничего на один спуск. Проскочит? Ваше здоровье. Пока это не застукало. Здоровое. Что вы пьете? Что вы опять пьете? Ну что? Это сок. Ну какой ты сок? Попробуй. Да. Это уже уясно, да. Блин, действительно сок. Конечно же, это яблочный сок. А как это все равно? Это все полезно. Это все полезно. Вот это. Что это? Вам нужно угадать, где есть веганское яйцо, а где нормальное яйцо. Нормальное это чье? Не знаю. Но нормальное. А веганское? Это вегано. Это модельер такой? Ну, наверное. Я знаю, Валентину. Вот оно веганское яйцо. Это его. Вот я его знаю по... Ну вот давайте, пробуйте. С чем едят яйцо вегано? Ну вот пробуйте с чем-нибудь. Попробуйте. Это нормальное яйцо. Или вегано. Не знаю. И второе попробуйте. Может, еще что-нибудь узнаете. Это вкуснее. Значит... Значит... Невкусное это яйцо вегано. Ну вот и нет. Да? Это вегано? А это полезно? Веганское яйцо, конечно, это же семена льна. Яйцо это семена льна? Да, это семена льна. Одна ложка семена льна перемолотых в кофемолке. Залитая... Не надо бить, по-моему, это яйцо. ...тремя ложками воды. А три ложки воды, значит, пропорция одна к трю. Столовая ложка на три столовые ложки воды. Перемешивайте, оставляете. Минут на 20-30. Получается яйцо. Ах, вот оно что. Я думал, слава богу, а то у меня осадочек остался. Так, а это че. Что с этим? Пробуем? Подожди, подожди. А, конопля. Если бы мы скажем, что конопля, гости будут... А давайте введем это блюдо у нас в кафе, друзья. Смотрите, какая вкуснота. Хотите? Хотите, мы это будем делать? Хотите? Находите, мы будем это делать каждый день. Каждый день? Вот эти оладушки особенно рисуем. Вы будете есть к оладушке, а Настя будет ходить туда-сюда, туда-сюда. Это вам будет дорого стоить. Ну, у нас дорогое кафе. Я могу пробовать уже? Ну, пробуйте, только надо все вместе. Вот так? Да, и все вместе, вот с яблочками, со всеми делами. А как мы это назовем вообще? Это чия-пудинг. Это манго-чия-пудинг. Ужас. Да. Здоровое меню с Астасией Хадисой. Завтраки в Бронко. Завтраки в Бронко с Астасией Хадисой. Приходите. Да нет, не приходите. Нормально и мне, я один буду есть. Да? Один? Ну, не будьте эгоистом. Давайте еще другим дадим немножечко. Ладно, приходите. Это невкусно. Как это невкусно. Вы чувствуете? Я чувствую, что я худею. Вы чувствуете, как у вас прибавляется энергия. Энергии уже ни хрена не прибавляется. Оставьте ваш яблочный сок. В следующей передаче мы будем делать зеленые соки, которые заменят кофе, а также улучшат вашу жизнь. Но соки, запомните, нельзя пить на голодный желудок. Нужно обязательно что-то съесть, а потом этот сок. Или чем-то разбавлять. Не надо его ничем разбавлять. Ешьте чию. Михаил. Не слушайте. Не слушайте Михаила. Слушайте меня. Я вас научу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!